Российский университет Дружбы Народов принимает участников и гостей конкурса проектных и учебно-исследовательских работ «Ярмарка идей на Юго-Западе» с 2003 года. За 9 лет основные цели мероприятия не изменились. В первую очередь организаторы конкурса стремятся помочь школьникам научиться самостоятельной работе со специализированной научной литературой, выполнять практические исследования и опыты, а также выступать перед широкой аудиторией. Это действительно праздник не только для детей, но и для наших преподавателей, для университета в целом. Ты становишься уверенным, стрессоустойчивым, самостоятельность проявляется, потому что ты должен все-таки, не кто-то тебе должен говорить тему, ты сам должен это выбирать, сам должен интересоваться этим продуктом, которым представляешь. В этом году в рамках ярмарки свои работы представили более 700 победителей второго дистанционного этапа конкурса из Москвы, Калуги, Вологодской области, Карелии, Украины и Республики Беларусь. Каждый проект, представленный на конкурсе, создавался в несколько этапов. Вначале учащимся предлагалось выбрать интересующую их тему и изучить научные публикации, посвященные избранной проблематике. Далее совместно с научным руководителем школьники проводили исследования и анализировали полученные результаты. Состояние участников, оно очень заразительно и становится приятно, когда ты смотришь, как молодежь работает, как трудится. Поэтому сюда хочется попасть. Наибольшее количество работ, прошедших в третий тур ярмарки «Идей» на Юго-Западе, проекты гуманитарного профиля по истории, психологии и лингвистике. Исследования в области естественных наук, биологии, физики и химии занимают второе место. А интерес к математике и информатике, как и в предыдущие годы, остается невысоким. Около 10% от общего числа работ. Виктория Побединская, Екатерина Гульбина, Новости ТВ РУДН.